Редакция Бавлоинформ запускает цикл телепрограмм «Поверь в себя», который позволяет детям в ранние годы задуматься о своей будущей профессии и ознакомиться с деталями желаемой деятельности. Сегодня мы узнаем подробности работы ветеринарного врача. Давайте сначала познакомимся с будущими специалистами этой профессии. Меня зовут Амелия. Я учусь в шестом классе. Мое хобби – это рисовать. А также я очень люблю животных. Дома у меня на нынешнее время находятся две крысы и кот. Кота зовут Матроскин. Ему 8 лет. Также две крысы. Одна серая. Ее зовут Ириска. И сиамская. Ее зовут Карамелька. Меня зовут Ксения. Я учусь в шестом классе. Мое хобби – это единоборство. У меня живет дома кошка. Ее зовут Мася. Ей 5 лет. Я хочу стать ветеринаром, потому что один раз я увидела по телевизору, как помогают животным. И мне тоже захотелось помогать этим животным. Меня зовут Надежда. Я учусь в шестом классе. У меня на данный момент есть собака под именем Рой – немецкая овчарка. Также у меня есть хомяки. И сейчас еще родились недавно маленькие хомячата. Я выбрала профессию ветеринара, потому что я люблю животных. Мне нравится их изучать. Нам нужны молодые кадры. С такими словами встретил будущих специалистов начальник ветеринарного объединения Ильшат Гаязов. Он рассказал о том, в каких условиях сегодня работают ветеринарные врачи. Специалист проинформировал ребят о действующих государственных поддержках и программах. В государственной ветеринарной службе 30 человек. Из них 25 ветеринарных врачей. Ветеринарных врачей не хватает. Оплата ветеринарных врачей на сегодняшний день очень даже достойная. Условия Министерства сельского хозяйства России, также Минсельхоз нашей республики, наше ветеринарное объединение. Очень много внимания уделяет и очень много, скажем так, надбавок для работающих на селе. Также существует программа у нас на жилье, на транспорт. То есть вы не останетесь как-то сапешком, вы не останетесь без жилья. На сегодняшний день у нас в Бавлинском районе 4 ветеринарных пункта, кроме нашего ветеринарного объединения, которое находится здесь в городе. Они обслуживают более 15 тысяч поголовье крупно-рогатого скота. Также птицы есть в населенном пункте и свинопоголовье. Работа нашего ветеринарного врача заключается, скажем так, в профилактических мероприятиях. То есть вы в школе ходите, вы знаете, что вам делают прививки от гриппа, от всего прочего. Мы, ветеринарные врачи, также прививаем всех наших домочадцев, начиная от кошек, собак и заканчивая коровами, свиньями. Вопрос. А для чего чипируются животные? Делается для того, чтобы меньше было бездомных, бродячих животных. То есть, например, если вот вы взяли закон, дальше больше это на сегодняшний день, она рекомендательная, но она дальше больше войдет в законодательном порядке. Дети узнали о том, что ветеринарный врач занимается лечением и профилактикой заболеваний домашних и сельскохозяйственных животных. Также животных в различных зрелищных заведениях. Он проводит прививки, выявляет и лечит больных животных, ведет амбулаторный прием. Это наша операционная здесь, мы здесь проводим операции. Здесь все манипуляции, которые должны, с какими проблемами обращаются, стараемся помочь нашим четвероногим друзьям. Далее ребята ознакомились с процессом работы в ветеринарной клинике. О работе с больными животными подробно рассказал заместитель начальника по эпизоотической работе Наталья Александрова. Ребята поинтересовались и тем, как она пришла в свою профессию, где проходило обучение. План операции – это кошечкам, собачкам. В основном кошки, собаки у нас в клинике принимаем. Крупные животные выезжаем на дом. Здесь в основном коты у нас. Коты, они теруются, раны, по этой амбутации. А сколько раз в месяц купают домашних кошек? По определению надо купать. Они за собой чистят. Они чистят себя. И собак, и собак тоже за собой ухаживают. Если она там по необходимости. Если она, например, на улице загрязнилась или куда-то залезла, то можно уже один раз в месяц их купать. Блезнь чаще всего встретится. Желудочного, кишечного характера. У кошек это, как правило, бывает из-за неправильного кормления. Потому что некоторые кормят магазинной едой, некоторые кормят домашней едой. Кошкам, собакам нельзя сладкое, острое, соленое. Сырые колбасы, они по определению очень сладкие, очень острые, очень соленые. Поэтому их надо кормить без соли. А вот почему вы именно такую профессию выбрали? Когда маленькие же не задумываются. Просто я очень любила кошечек и собак. Нравились они. Поэтому то, что сейчас уже когда мы делаем в возрасте, когда есть возможность им помочь. Потому что у них очень много болячек, когда маленькая была. Вроде хочется помочь, а не можешь. Поэтому я обучилась, чтобы помогать кошкам, собачкам и другим мелким домашним животным. В ходе экскурсии ребята познакомились и с работой специалистов лаборатории. Заведующая ветеринарной лабораторией Амина Каримова провела для школьников мастер-класс. Позволила поработать микроскопами для проведения ряда анализов. Вот только ты на свой глаз регулируешь вот этого, когда поворачиваешь на свой глаз, ладно, и там их больше и меньше. Там есть такие квадратики, внутри есть черные точки. Видишь? Да. После экскурсии ребята поделились своими впечатлениями. У меня осталось желание быть ветеринаром, но то, что я сегодня узнала, я больше хочу там, где прислужат именно за животными. У меня осталось желание быть ветеринаром. Большинство мне понравилось, где оперируют животных. Мне бы хотелось работать и следить за животными. Лаборатория мне тоже понравилась. Там проводят очень интересные эксперименты.